Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM предстоит пройти в марте будущего года. Желает администрация президента поднять значительную явку на этих выборах. Не секрет, что то, что мы видели в сентябре, это было такое грустное и плачевное зрелище. Очень низкая явка. Так вот, президентские выборы хотят сделать прям праздником. Что-то народ пришёл, проголосовал. И для этого, как указывается в источниках различных администраций, не считая, что нужно привлекать каких-то оппозиционных кандидатов, чтобы был широкий выбор, а надо людям замутить праздник, что называется. Что вы скажете по этому поводу? Ну, что я могу сказать? Что привлечёт людей на выборы? Власть сегодня хочет сохранить себя, и поэтому легитимность власти, если 30% на выборы пришли в Кировской области, это были выборы губернатора Кировской области, то 70% не пришло на выборы. Легитимность этой власти, по сути дела, если взять статью Конституции третью, то она не соответствует сегодня данной власти исполнительной, потому что народ не пришёл, народ не избирал, практически избирали те бюджетники, которые в зависимости сегодня находятся от исполнительной власти. И плюс, также народ сегодня понимает, ходи голосуй, не голосуй, всё равно, так сказать, выборы эти, в общем-то, как надо, так и сделают. По одной простой причине. Если бы эти выборы, любые выборы были более демократичны, то сегодня бы власть заменила тех же председателей комиссии, которые подотчётны и подчинённы, в общем-то, исполнительной власти, тех же секретарей комиссии, территориальных, участковых и так далее. И та областная комиссия, которая, в общем-то, также подотчётна сегодня исполнительной власти, ну, плюс ещё законодательно, чисто формально она отчитывается за те потраченные деньги, которые, в общем-то, как говорится, потратила на те или иные выборы. Конечно, власть сегодня — это основные выборы президента Российской Федерации. Естественно, если будет, в общем-то, явка 30%, то легитимность будущего президента, она просто-напросто будет под вопросом стоять. Во-первых. Во-вторых, и на международном уровне никто не будет с нашей страной, с тем избранным, так в кавычках, президентом, сегодня, в общем-то, считаться и решать какие-то вопросы экономического характера, политического характера на мировом уровне. Поэтому власть заинтересована как никогда, чтобы явка была на данных выборах очень высокой. Но, к сожалению, я ещё раз подчёркиваю, что если не будет конкуренции и конкурентной борьбы, то ничем они, в общем-то, не обеспечат высокую явку. Если не внесут в закон поправку, обязательно, так сказать, участие в выборных кампаниях, то этим только могут, наверное, с моей точки зрения, внести определённую активность избирателей. А вот ещё предложение, которое обсуждалось по данным РБК в президентской администрации, это объединить выборы президента с референдумами на местах по вопросам, которые волнуют жители того или иного региона. Ну, такая тенденция есть. Вот я буквально на прошлой неделе ездил в Коми, республику, и то же самое, такой вопрос там обсуждается, в том числе и на территории Кировской области. Помните заявление Ковалёвой, что нам надо переименовать Кировскую область в Яцкий край? Это было не совсем заявление, это был комментарий. Это было некорректно, с моей точки зрения, в общем-то, как вы говорите, комментарий, но я-то считаю, это заявление всё-таки она должна понимать, какую должность она сегодня занимает, и как, так сказать, делать те или иные комментарии, и, в общем-то, высказывания в средствах массовой информации. Поэтому тут, с моей точки зрения, это заявление. То есть вы считаете, что подразумевалось, что может быть референдум по переименованию Кировской области в Яцкий край? Да, тем не менее, посулы такие есть. И в администрации президента сейчас вы чётко очень сказали о том, что есть такие данные посулы, и они идут по всем регионам Российской Федерации, изучают определённые, я бы так сказал, темы, те, которые, в общем-то, дадут толчок для активности граждан именно выборную кампанию 2018 года, президентскую. А в Кировской области референдум на какую тему мог бы пройти? А вот здесь, так сказать, я сегодня не могу вам озвучить тему, потому что Кировская область сегодня по всем показателям находится на последнем месте, практически по всем. Мы к показателям ещё перейдём. По экономическим вопросам, по политическим и по общественным. А хотелось бы понять тему референдума, предположительно. Всё-таки переименование вы считаете? Ну, я бы, кроме переименования, я бы, допустим, предложил сегодня тему по развитию сельского хозяйства или по развитию, так сказать, экономики в целом на территории Кировской области. И те предложения рациональные, которые, в общем-то, звучат с наших уст, с уст моих коллег-опонентов, как говорится, то есть они у нас имеют место быть, но, к сожалению, исполнительная власть не слышит те или иные вопросы, которые сегодня можно бы поставить на референдум. И многие эти местечковые референдумы проходили, я бы так выражаюсь, это в районах, там, где, например, уже прокатывали данные моменты и на территории Кировской области, там самообложение налог на самообложение и так далее, где люди отрицательно, в общем-то, высказались по многим направлениям данных вопросов. Потому что сегодня и так налогооблагаемая база с простого гражданина, она в десятки раз выше, чем, допустим, в целом, то, что осталось еще в государстве и дает определенные возможности, то с гражданина берется больше сегодня налогов. И это налогообремя, оно, по сути дела, очень тяжело ложится на простых граждан Кировской области. Я услышала два таких понятных предложения для людей на референдум, которые можно было бы вынести, понятных, простых, потому что обсуждать экономические темы всенародно довольно сложно на референдуме, но вот переименование Вятского края или Вятской губернии и самообложение, действительно, да. А если мы вернемся на шаг назад и поговорим еще об альтернативных выборах, на прошлой неделе, или это на этой неделе уже было, на прошлой неделе, да, сегодня понедельник, Путин объявил, что идет в президенты при довольно интересных обстоятельствах. Вот когда он это заявил, вас это его заявление обрадовало или раздосадовало? Потому что вот вы только что сказали, что нужны альтернативные выборы, а мы что-то не видим пока, что администрация президента каким-то образом стимулирует большое количество кандидатов идти на выборы, ну или хотя бы какую-то репрезентативную выборку кандидатов устроить. Но меня это не обрадовало, не разочаровало. Почему? Потому что это предсказуемо сегодня. То, что партия власти, по сути дела, ведет определенную кампанию на протяжении последних трех лет, даже четырех лет, так сказать, управления страной и поддерживает активно, так сказать, тот курс, который, в общем-то, ведет сегодня правительство Российской Федерации и президент Российской Федерации. То, что касательно альтернативных выборов, я уже сказал, альтернативные выборы должны быть, если наши сегодня идеологи, так сказать, правящие партии, говорят о том, что и кивает особенно на европейские, и в первую очередь на Соединенные Штаты Америки, ну и там, по сути дела, альтернативность в выборах присутствует, правильно? И то, что сегодня все средства массовой информации заданы и в одном направлении, то это не для кого, не секрет. То есть на правящую партию. Поддержку Путина. И поддержку, естественно, так сказать, Путина. То, что касается внутренней политики, ну, если уж так сказать, как говорится, сегодня средства массовой информации ведут себя так, что уже практически не надо выборов, уже, по сути дела, выборы состоялись. То есть выиграл президент, действующий сегодня Владимир Владимирович. А такого, как в тех же, как они всегда пример приводят в развитых капиталистических странах, идут совершенно другие тенденции. И более демократичные выборы идут, чем, допустим, в Российской Федерации. Поэтому я считаю... А почему парламентские оппозиционные партии, такие как ЭПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, да, классические партии, они до сих пор ни разу не объединились и не выдвинули весомого альтернативного кандидата? Хороший вопрос, Светлана. Дело в том, что сегодня две политические партии, они полностью созданы и регулируются Кремлем. Которые? Это Справедливая Россия и ЛДПР. Поэтому они не могут сегодня поддержать кандидатуру, так как есть еще определенный принцип, так сказать, партийной демократии внутри той или иной партии. Это, во-первых. Во-вторых, парламентские партии, они уже на протяжении последних 20 лет, они состоялись, я бы так сказал. И альтернативность не может, так сказать, выразиться с учетом их подходов и с учетом тех действий, допустим, и работы той или иной политической структуры. Но я не беру в расчет нашу Коммунистическую партию, я имею в виду вот эти действия. Если короче, Сергей Павлович, то есть в эти выборы тоже не будет альтернативного кандидата от парламентских партий? Ну, нет, его не будет. Каждая партия пойдет, так сказать, своим курсом со своим кандидатом. Как вы считаете, какую роль играет Ксения Собчак на этих выборах? Мы сейчас прервемся на полминуты, подумайте пока. Особое мнение на 101FM У микрофона Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Кировской области. Итак, Ксения Собчак и ее роль в выборном процессе. Ну, с моей точки зрения, она преследуется. Две цели. Это подтащить молодое подрастающее, так сказать, поколение на выборы. Куда? На выборы, чтобы эти люди пришли и проголосовали. С учетом того, что Ксения сегодня очень неплохо, в кавычках, с моей точки зрения, ведет себя и представляет в такой передаче, как «Дом-2». Она уже там не работает. Она уже там не работает. Она там и работает, поэтому... Не работает, не работает, Сергей Павлович, довольно давно. Ну, сейчас не работает, но она работала. Но это осталось такой большой печати. Да, это большая очень площадка, которая, в общем-то, направлена на подрастающее поколение, то есть на молодых людей. То есть молодое поколение подтащить к выборам, чтобы проголосовали как? Чтобы проголосовали... Не просто же так пришли. Нет, чтобы эта самая явка была, это, во-первых, чтобы это молодое подрастающее поколение, естественно, если посмотреть сегодня... То есть она работает, собственно говоря, по замыслу президентской администрации. Безусловно. Безусловно. Это проект Кремля, вы считаете? Тут, как говорят у нас в народе, к бабке не ходи. Проект Кремля, сообщат. Безусловно, это проект Кремля. Это та пятая колонна, либеральная, как ее в народе называют, в общем-то. Она яркий представитель этой пятой колонны, которая, в общем-то, либеральная, которая сегодня выражена во многих экономических вопросах нашей с вами жизни, ну и политических, естественно. Но вообще это очень странно, потому что она плотно общается с господином Ходорковским, который ее называет талантливым человеком и поддерживает, как говорят многие, в том числе и финансово. А вы говорите, что она в сторону Путина будет агитировать. Ну, я тут не оговорился. Она будет, так сказать, сегодня помогать. Обеспечит явку, молодежь придет, а проголосует за Путина. Она проголосует за Путина или за нее проголосует, но в то же время она, так сказать, сегодня придаст определенный импульс, с моей точки зрения, это по замыслам Кремля, придаст определенный, так сказать, импульс выборной кампании. А Навальный? А Навальный? Ну, Навального, с моей точки зрения, его, так сказать, к выборам президента могут и не допустить, так как он был и осужден, и по действиям законодательства надо тут смотреть. А надо бы допустить таких людей, как Собчак, Навальный и любых других, у которых есть какой-то электорат вообще запрос? Ну, у них есть определенный электорат, и они, я еще раз говорю, они работают на этот электорат, но с учетом их, так сказать, взглядов и намерений, я считаю, что нет, Навального нельзя допускать к выборам. Это моя точка зрения, с учетом того, что он говорит и что делал в Кировской области, она у меня, так сказать, сегодня выражена вот таким образом, нельзя его допускать. Хорошо, последний вопрос по выборам, это позиция КПРФ, может быть, нашего отделения регионального по выборам президента? Ну, мы будем работать и агитировать за нашего кандидата. У нас в 23-е создаётся съезд, и съезд будет определять ту кандидатуру, которая пойдет на выборы президента Российской Федерации. Ну, я думаю, что сегодня Геннадий Андреевич, как говорится, самый яркий кандидат из всех лидеров, он сможет, если бы были прямые дебаты, как это происходит в тех же западных странах, потому что либералы любят обращать внимание на западные, как говорится, в общем-то, моменты, то кто может противостоять сегодня, допустим, тому же Владимиру Владимиру Путину, кроме Геннадия Андреевича? Никто не сможет, просто не сможет, логически не сможет, не сможет, так сказать, морально, не сможет подготовкой той, которая есть, допустим, у нашего лидера. Она сегодня признана не просто, так сказать, нашей Российской Федерацией, она признана всем миром. Сергей Павлиныч, вы считаете, что власть должна смениться всё-таки? Безусловно. Она должна смениться, но она не сменится при той ситуации, которая... Объясните мне тогда, пожалуйста, вот Владимиру Владимировичу пора бы отдохнуть и уступить место другому президенту. А почему Геннадий Андреевич никак себе смену не подготовит? Пусть бы в той же партии возглавилось что-то молодое, новое, свежее. Это мы его не отпускаем, есть замена у нас, но мы не отпускаем тогда, когда человек заматерел, когда человек сегодня... То есть пока есть Путин, Зюганова не отпустите? Нет. А если Путин уйдёт? А если Путин уйдёт, значит, и Зюганов, так сказать, тоже может быть... То есть он может преемника уже какого-то там, да? Ну, есть преемники, ведь у нас есть это самое в партии практически, как говорится, уже подготовленный. Может быть, на съезде будет принято решение, не Геннадий Андреевич будет кандидатом от Компартии Российской Федерации, а кто-то другой. Есть крепкие, закоренелые уже, так сказать, молодые люди, которые, в общем-то, дадут фору любому. В том числе и, с моей точки зрения, и Владимиру Владимировичу. Посмотрим, что произойдёт 23 декабря. Давайте сейчас мы вернёмся в Кировскую область. До президентских выборов, я уверена, мы ещё встретимся. Мне интересует ваше мнение по поводу глав, которые пришли нынче, заступили на свой пост. Это Елена Васильевна Ковалёва, которая возглавляет Думу, да? И Илья Вячеславович Шульгин, который возглавляет администрацию. С кого начнём? Это вы имеете в виду города Кирова. Города Кирова. А не просто Кировской области, правильно? Киров, Кирова, да-да-да. Ну, это... С кого начнём? Давайте Шульгина. Как он вам понравился? Ну, в чём он первое его заявление, я сегодня, так сказать, могу подтвердить. И мою симпатию по этим заявлениям. Почему? Потому что, ну, например, приватизация, та, которая, в общем-то, сегодня для города Кирова принесла определённый урон в экономическом плане. И социальном, я бы так сказал, то он, в общем-то, сделал яркое заявление, что приостановить приватизацию. Особенно это касается центрального рынка. Если ему это удастся, значит, это будет первый его шаг, который, в общем-то, как человека зрелого в управлении обозначить. То, что касается Ковалёва, ну, Ковалёва сегодня это человек, который занимался всю жизнь финансами, не знает хозяйственной деятельности. Хотя финансы связаны частично, но, как говорится, ведь сегодня надо знать и уметь, я бы так сказал, по-хозяйски смотреть на тот или иной вопрос. И рассчитывать ту составляющую, которая сегодня есть. Но, в то же время, импонирует мне и заявление Шульгина в том плане, что надо в городе навести порядок, имеется в виду, как говорится... Чистота. Да, чистота и в то же время, то есть благоустройство. На это внимание практически выделяли многие, риторически говорили об этом, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Его высказывания, вам кажется, высказываниями компетентными в этой отрасли человека? Ну, более, да, компетентным, так сказать, в вопросах хозяйствования, потому что, сравнивая, он же пришёл к нам с Татарстана. Если Казань взять и город Киров, то мы не можем сегодня сравниться, в принципе, по благоустройству территорий. Хотя, если взять бюджет, посмотреть, то бюджеты почти одинаковые. У нас больше в пересчёте на одного человека денег тратится на город, чем в Казани. Да. У нас 23 тысячи, а там 16. Да, тем не менее, там, так сказать, сегодня... С какими проблемами Шульгин может столкнуться в городе? С проблемами кадров, в первую очередь. С проблемами тех, так сказать, кланов, которые сегодня на протяжении уже последних 15 лет, я бы так сказал, состоялись и выправляют. Вот. Поэтому он с этим, он столкнулся, наверное, уже столкнул и столкнётся в перспективе. Вот. Кадры это, знаете, это самый большой, я бы так сказал, самая большая проблема сегодня для людей, которые приезжают из других регионов Российской Федерации. То есть, они не опираются на местные кадры, они не смотрят, а смотрят партийную принадлежность, они смотрят, допустим, профессионализм этих кадров. Давайте вернёмся в администрацию всё-таки. Вы говорите, что административные кадры в городе Кирове застарелые. Их надо менять? Ну, не всех, я бы не сказал. Ну, не всех. Всех сразу уберёшь, и значит, ничего. То есть, у него сложность, что он не очень хорошо знает, а кто там чего стоит, да, в администрации? Да, возможно. Это может быть проблемой? Это может быть проблемой. Я с вами полностью согласен. Свежие силы нужны в администрации? Свежие силы, новые люди? Я думаю, есть, и они нужны. Они... Профессиональные кадры сегодня там есть, их достаточно много, но они находятся на третьих, на, так сказать, на четвёртых ролях, которых надо поднимать. А замы, они что, все уже там... Как можно назвать? Бывших замов Перескокова и нынешних. Ну, бывших замов Перескокова, я считаю, что это самый он пришёл, человек свежий. Тоже надо посмотреть, кто за какие направления сегодня отвечает, и как отвечал на протяжении, в общем-то, определённого периода времени, работая с прошедшим главой администрации. Сколько вы времени ему даёте, чтобы разобраться в этом вопросе, чтобы было понятно, что... Ну, я думаю, что ему надо разобраться не менее полугода. Если он хороший управленец, то он в течение полугода разберётся, будет ставить правильные управленческие, так сказать, задачи и будет принимать решения. И люди сами покажут себя, как они могут справляться с той или иной, так сказать, с тем или иным постановочным вопросом, с той или иной ситуацией. Последний вопрос по Шульгину, он пришёл к нам на сайт, Анатолий пишет. Шульгин заявил, что на территории Квату должен быть построен жилой район современного формата. Вы поддерживаете эту идею? Вопрос к вам. Я не поддерживаю эту идею. Дело в том, что город должен расширяться, так сказать, а не уплотняться. Это влечёт за собой очень проблематичные вопросы, например, по системе ЖКХ. Например, по тем же сооружениям, канализационным и водоносным сооружениям, которые здесь есть. Они рассчитаны на определённую, так сказать, мощность. То есть жильё нужно строить по окраинам города, расширяя его. А что должно быть на территории Квату, на ваш взгляд? А что на территории Квату, если там сегодня есть то сооружение, которое есть, значит, его надо посмотреть, перепланировать? 29 гектаров, из которых там 4, как сказал Шульгин на последней встрече со СМИ, 4, это Министерство обороны и РПЦ, а ещё остаётся 25. Но они застроены? Нет. Если не застроены, тогда надо пересмотреть. Но я ещё раз говорю, чтобы это было не в ущерб коммуникациям города Кирова. И не в ущерб, так сказать, инфраструктуре, ну, я уже об этом сказал, не в ущерб, в общем-то, экологии города Кирова. Вы бы что хотели лично, Сергей Павлинович Мамаев, вот в этом месте, на территории бывшего квадрата. Что бы я там хотел, но я не думал над этим вопросом. Не являюсь, так сказать, сегодня руководителем исполнительной власти. Вот он говорит, знаете, что сказал Шульгин, сейчас секундочку просто скажу. Шульгин сказал, пусть там будет жилой микрорайон, но нового, современного формата. Он говорил не про многоэтажки, а что-то такого европейского или, может быть, татарского, татарстанского вида. Ну, это тоже дельное предложение, с моей точки зрения, надо подумать, как говорится. Не просто, вот так сказать, построить эти небоскрёбы, которые никому не нужны, по сути дела. Как говорится, они не украшают город, с моей точки зрения. Вам чего в городе не хватает наш? Вот чего хотелось бы? Порядка. Чистоты и порядка. Чистоты и порядка. Не хватает в этом городе. Как говорится, на протяжении вот уже последних десяти лет этого нет в городе. Возвращаясь к Елене Васильевне Ковалевой, которая возглавляет нашу городскую думу. У нас полторы минуты до перерыва. Всё-таки, как вы считаете, Елена Васильевна, это вот реальная сила, новая политическая, которая пришла, или лоббист интересов узкого круга интересантов, как это было раньше? Это лоббист интересов узкого круга людей. которые, в общем-то, сегодня они эту власть не отпустили, которую удержали на протяжении последних пятнадцать лет. То есть она приемница Быкова, получается? Она приемница Быкова. Это моё мнение. И я убеждён в этом. И тут, так сказать, не нуждается, с моей точки зрения, в обсуждении данный вопрос. А вы лично хорошо знаете, Елена Васильевна? Лично хорошо знаю. А способна ли она всё-таки самостоятельное решение принимать? Нет. Не способна она принимать. Вы готовы изменить своё мнение и дать ей какую-то фору, посмотреть, как она будет работать? Или вы думаете, что у неё нет шансов? Нет. Если я ошибаюсь и всегда, так сказать, я готов к этому изменить своё мнение, если что-то, так сказать, увижу дельное, если что-то увижу то, чего я сегодня не предполагаю. Например? Ну, например, я уже мы с вами говорили о том, что... Но что она должна сделать то, что такого она должна сделать, чтобы вы сказали, хм, она самостоятельный политик? Что она должна сделать? Ну, например, ту же приватизацию того же центрального рынка сказать «нет». Это золотая курица, которая несёт золотые яйца для города Кирова. По сути, поддержать Шульгина. А не включать его в приватизацию города Кирова. Вот это был бы шаг, как бы сказали. Да, это был бы шаг. Это был бы шаг хозяйственного руководителя, который, в общем-то, думал о том, что там сегодня работают люди. А там порядка двух тысяч человек работают на центральном рынке. И этот центральный рынок ещё с времён Быкова пытаются, так сказать, выставить на торги. И застроить точно так же, потому что там сегодня приоритетная зона, с моей точки зрения, для строительства и для продажи будущего жилья. А то, что не учитывает эти условия, которых сегодня находятся, так сказать, люди, и которые... И данное муниципальное предприятие, или оно акционерное уже сегодня считается, оно даёт неплохие показатели в финансовом плане для бюджета города Кирова. Вот у нас Шульгин сказал, отложим приватизацию, надо сохранить муниципальные учреждения, которые приносят прибыль. Если Ковалёва скажет то же самое... Но он сработал на опережении. Он сработал на опережении, Светочка. Посмотрим, спасибо. Сейчас прервемся буквально на две минуты. Напоминаю, что это особое мнение Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ, законодательным собранием Кировской области. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ, законодательным собранием Кировской области. И вот пока мы были на перерыве, позвонил слушателей как раз по КВТУ, по территории КВТУ, и предлагает, чтобы там был больничный комплекс. Ну, это хорошая очень идея, я её поддерживаю, но и есть идея вернуть, так сказать, обратно к КВТУ, то есть сделать военное училище. В принципе, там вся инфраструктура есть, данное учебное заведение в прошлом. И решить вопрос, это возможно сегодня. Тем не менее, нужны квалифицированные кадры для нашей оборонки. Ну, и неплохо это комплекс больничный. Только кадры? Не только кадры. Вы тут про девушек рассказывали, ребят наших, которым негде встречаться. Да, для нашей оборонки. Хорошо. Значит, о чём ещё хотелось мне с вами поговорить? Это о вашей деятельности в областном законодательном собрании. Зачем вы, Сергей Павлинович, вызвали на дебаты господина Быкова? Об этом уже многие говорят. В довольно эмоциональной форме. Зачем я его вызвал на дебаты? Я не хочу умолить его достоинство и честь, как говорится, обидеть его в чём-то. А дело в том, что он сегодня отвечает за принятие основного закона, в первую очередь, как председатель. И как депутат законодательного собрания, это бюджет. И бюджет у нас, с моей точки зрения, похоронный, принятый на территории Кировской области. Приведу вам несколько цифр. Я проехал несколько районов, допустим, в Котельническом районе посмотрел бюджет, и когда его принимали в первом чтении, то выступил и сказал, как вы можете сегодня принимать бюджет, если у вас всего лишь три статьи бюджета расходные в расходной части данного документа. Это заработная плата, это электроэнергия, и то не в полном объёме, и тепловая энергия. Если вы сегодня статью расхода оставляете, допустим, на спорт и молодёжную политику, всего лишь 70 тысяч на район, то есть это одно мероприятие в год они проведут, а, как говорится, всё остальное будет снова брошено на произвол судьбы. Если взять, посмотреть сегодня в разрезе районов Арбашский район, то на 14 миллионов доходная часть, так сказать, у них срезана в данном бюджете на 2018 год. Если на ЖКХ в данном бюджете всего лишь 70 тысяч рублей заложено, как можно говорить об этом документе и как можно говорить сегодня о развитии Кировской области? Тем не менее, в общем-то, господин товарищ Быков говорит о том, что у нас бюджет социальный, что у нас, так сказать, приоритетность в бюджете предусмотрена, а на самом-то деле ничего не предусмотрено. Тем не менее, он не понимает уже на протяжении двух лет, работая председателем законодательного собрания, элементарной, так сказать, нормы поведения, как председателя. И может оборвать выступающую, может, так сказать, грубо ему, в общем-то, ответить и так далее. А нет, чтобы поведение... Вот я ему на последнем ЗАГС собрании сделал замечание. Я имею как депутат право сегодня председателю любому депутату сделать замечание, тот, кто ведет пленарное заседание. Если с моей точки зрения нарушается регламент, если с моей точки зрения сегодня, как говорится, председательствующий ведет себя, я бы так сказал, грубо и не отвечает нормам того же элементарного регламента. Давайте обозначим четко. А где бы вы хотели, чтобы прошли такие дебаты? А я бы хотел сегодня эти дебаты прошли, так сказать, в очень широкой аудитории, в том же зале заседаний или в том же, так сказать, есть у нас помещение, 408 кабинет, к примеру, исполнительной власти, где пришли все средства массовой информации и где реально они, так сказать, без цензуры показали эти дебаты. То есть Мамаев-Быков? Мамаев-Быков. Вопрос конкретный, который бы обсуждался, дебатировался. Это сегодня экономическая составляющая Кировской области. Если у нас бюджет, нет приоритета в бюджете, если у нас сегодня бюджет, по сути дела, не развитие, а стагнации, я не могу, как говорится, не сказать об этом на законодательном собрании, не сказать своим избирателям. А он, видите ли, может это сказать, сказать, что вот у нас социалка, нормально все, мы никакие, так сказать, льготы не урезали для наших жителей Кировской области. Это вранье. Если в декабре 2016 года все льготы, которые были в областном бюджете, одним рочерком пера по, так сказать, по посылу временного губернатора Игоря Васильева, они все были отменены. Ой, давайте, вот как раз есть вопрос про губернатора и про экономическую составляющую, который вы заговорили у нас на сайте. Олег вам пишет, губернатор обозначает пять приоритетных направлений развития региона. А вы можете обозначить точки роста экономики нашего региона? Где нам брать деньги, на чем зарабатывать? Вот это, по сути, уже вот часть дебатов сейчас будет. Где ваша программа? Вы видите? Где брать деньги? Мы предложили им восемь предложений именно в бюджет. Ни одно предложение не приняли. Не приняли. Почему? Потому что ведь тогда, когда принимали бюджет во втором чтении, никто не выступал, кроме нашей фракции. Никто, абсолютно. Окей. Где точки роста Кировской области? Нет, Светлана, я сейчас договорю, как говорится, это очень интересно. А то я как бы так. И как раз перейду к этому вопросу. Почему? Потому что никто не выступал. Например, ЛДПР, они себя считают оппозиционной силой, но, к сожалению, голову отпустив, это самое не слово, не проранив, а бюджет. А почему? Ну, это их право, их позиция, с моей точки зрения, они раскассировались и разменялись на определенные преференции. А то, что касается справедливой России, справедливая Россия не голосовала, за исключением одного депутата, который также поддержал Единую Россию. Но у него бизнес, у этого депутата, молодого человека, который, в общем-то... Это кто? Это Павел... Фамилия? Так, окей, хорошо. Да, вот. Он, как говорится, разменялся и проголосовал за этот худой бюджет. Не худой, а бюджет покаяния, я бы так сказал, а не развития. Что сегодня мы предлагали? Предлагали первое. Ведь зашли, вот давайте посмотрим, откуда взять деньги для того, чтобы нам сегодня в бюджете приоритеты сделать и сказать... Четыре минуты у нас на это. Четыре минуты осталось. За четыре минуты многое не скажешь, но постараюсь... Точки роста Кировской области. Откуда пойдут деньги? Точки роста Кировской области, это прежде всего сегодня у нас оборонка. Это никто не отменял. Во-вторых, это всегда была отрасль сельское хозяйство, которая сегодня, по сути дела, тоже не спрогнозирована и не просчитана до конца. Это сегодня потреб кооперации. Потреб кооперации. Три. Вот. Это сегодня направление, допустим, как говорится, новых инвестиционных планов, которые нам необходимы. Например? Ну, такие, например, как в ЖКХ. Но почему у нас сегодня отходы, бытовые отходы не перерабатываются на территории Кировской области? Правильно? Это уже четыре, правильно? То, что касается еще каких направлений. Экологическая составляющая. Вопросы лесного хозяйства. Лесного хозяйства мы говорим уже многие годы. На протяжении 25 лет никто не хочет нас услышать и сделать элементарный управленческий и хозяйственный подход к данному ресурсу. Это сделать лесоустройство, которое на протяжении последних 30 лет не сделано. Еще при советской власти было сделано лесоустройство. Никто не знает, сколько у нас сегодня, так сказать, осталось леса и какое идет восстановление данного ресурса. Павлиныч, вот смотрите. Что касается восстановления ресурса, это не как зарабатывать деньги, а скорее как тратить. Первое. Второе. Нет, это тоже зарабатывать. Я с вами не соглашусь. Что касается ЖКХ и переработки бусора, то Илья Шульгина, которому вы так хорошо высказались, он все объяснил в нескольких пунктах, почему сейчас переработкой в России заниматься невозможно. Этому противодействует федеральное законодательство. Между прочим, в ваших силах от ОЗС каким-то образом тут поучаствует. Кто ему такое сказал? Генеральное законодательство сегодня. Я озвучиваю то, что он сказал на встрече со СМИ. Это зафиксировано. Третье. А в третьем пункте это сельское хозяйство, машиностроение, оборонка и лес. То, что говорит Игорь Владимирович Васильев. Он тоже говорит, что это точки роста. В чем разница между вашим подходом и его подходом? Ну, например, приняли в законодательном собрании 30-й закон о валежнике, так называемый. Это лес. Да, это лес. Но он сегодня не работает. Механизмы его, так сказать, нам вроде красиво все представили. А на самом-то деле люди испытывают сегодня определенные проблемы по данному управлению. А что подразумевал этот механизм? Под этим подразумевалось то, что сегодня очистим мы лес, так сказать, от валежника и от сухостоя. Для того, чтобы... А разве на этом можно зарабатывать? А почему нельзя? Дрова. На этом можно зарабатывать. Это дрова. Это сегодня большинство населения Кировской области. У нас печное отопление в виде дров у населения. Особенно в сельской местности. Если взять юг и да и север районов Кировской области, они же не загетифицированы. А почему не работает этот закон? А почему не работает? Потому что я еще раз вам хочу подчеркнуть, что механизма, так сказать, данного закона, он отработан не до конца. Несовершенно. И он, по сути дела, отдан на откуп предпринимателям. А предприниматель не будет работать себе в убыток. Предприниматель сегодня берет то, от чего идет хорошая прибыль. А с этого тоже можно получить прибыль, но она незначительная будет. Поэтому не каждый сегодня. Надо было муниципальное предприятие создавать по этому закону. И, как говорится, эти муниципальные предприятия соответствующими, так сказать, нормативными документами обеспечить. И я считаю, что это доходное место. А сельское хозяйство? А сельское хозяйство. Тоже ведь есть программа. Нет, ну там программа молоко. Но мы про молоко говорим уже много лет. Светлана, извините, я вас перебиваю. Но мы много говорим про молоко. А почему мы не говорим и не развиваем, допустим, мясную отрасль на территории Кировской области? Прежде чем говорить о молоке, надо и говорить о мясе. А мясо у нас сегодня на территории Кировской области мы можем получать... Звениговское. Ну, Звениговское, да, с Марийской республики, из других регионов Российской Федерации, из-за бугра. Никто не знает, многие мясокомбинаты, свое мясо, которое закупают у населения, они везут и продают ее в Москве по очень высокой цене, потому что она экологически чистая. А то, что завозят оттуда, это мороженое мясо, нигде в мире его не перерабатывают, кроме Российской Федерации. Понимаете? То, которое лежало на складах Госрезерва, допустим, Соединенных Штатов Америки более 13 лет, и оно сегодня перерабатывается на территории Российской Федерации. Очень дешевое, и в то же время оно некачественное. Программу «Миллион тонн молока» поддерживаете? «Миллион тонн молока» нет, я ее не поддерживаю. В том плане, что... Вы могли бы отличиться здесь, выйти в лидеры, засветиться в повестке федераций. Но у нас есть сегодня, так сказать, та переработка, которая работает не в полную мощь и неплохо работает. Я, допустим, могу поблагодарить и Василия Куприяновича Сураева в этом направлении. Он на рынке молочном давно, он профессионал, он сегодня, так сказать, неплохой продукт дает на прилавки наших магазинов, но, как говорится, за пределы, не знаю, сколько он вывозит, так сказать, за пределы Кировской области... Не верите в эту программу. ...того готового продукта, который... Ну, сейчас, смотрите, зайдите в магазины, вы увидите, пятерочка, магнит, эти федеральные сети, что они продают? Они продают сегодня завозное молоко с Москвы, с Московской области и так далее. Но не берут почему-то это самое... А почему есть там вопрос местного товаропроизводителя? Да есть там местный производитель, есть. Сергей Павлович, давно ли были пятерочки? Ну, это, знаете, там и цена в два раза выше, но, тем не менее, тот дисконт, который, в общем-то, сегодня не на руку поставщикам, они пытаются их, так сказать, снивелировать в этом вопросе. А то, что касается переработки, ну, где они, да новые мощные, так сказать, будут предприятия. Сергей Павлович, у нас время подошло к концу, проаннотируйте, пожалуйста, новую книгу в нескольких разных. Ну, это «Черная книга Единой России», как раз она так называется. Это экономическая составляющая за последние, я бы так сказал, 15-20 лет, что происходило и происходит на территории Кировской области. В разрезе районов, 43-39 сельских у нас районов, вот в разрезе этих районов, что же было до так называемой перестройки еще Горбачевской, какие предприятия и сколько населения, так сказать, было на территории Кировской области, в разрезе районов, в общем-то, какие предприятия работали. Почему вы написали эту книгу? С каким посылом и кому вы написали эту книгу? А эту книгу мы ее, так сказать, я ее делаю для того, чтобы люди видели, что происходит на территории Кировской области и в цифрах, и в фактах, что было. Куда она пойдет, эта книжка? Она пойдет, так сказать, для широкого читателя. Губернатору пойдет? Почему не пойдет? Президенту пойдет? Пойдет, естественно. Конечно, это как напоминание о том, что произошло с Кировской областью. И происходит, что надо остановиться, надо, так сказать, сегодня созидать, а не заниматься болтологией, не заниматься теми абструктными вопросами, которые, в общем-то, сегодня исполнительная власть ведет. Не болтать, а работать. Да, и подготовкой кадров, в первую очередь, надо заниматься, которых, по сути дела, уже местных, так сказать, не снивелированы, их не стоит. Все, мы заканчиваем нашу программу, время подошло к концу. Ну, ведь я последнее, наверное, могу только сказать. Опасная власть, когда с ней совесть ссори. Понимаете, вот эта книга, так сказать, направлена именно на это. Это Шекспир. А это Шекспир, да. Да, Сергей Бомаев, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Кировской области. Это его особое мнение, вы слышали. У микрофона работала Светлана Заньков. Всем всего хорошего и с наступающим, наверное. Спасибо тоже самое. Всем всего хорошего и с наступающим Новым годом. Спасибо. Всем благополучия и тепла. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok